Берлинец, Колосенг, Бундестакинахкин, Бадгамавур, Вальдемар Гертын. Здравствуйте, Вальдемар. Добрый вечер. Давайте начнем с заявления министра иностранных дел России. Вопрос по Лачинскому коридору в ближайшее время будет решен, говорил Лавров сегодня. Откуда вдруг такая уверенность у министра иностранных дел? Ну, мне тяжело заглянуть в голову министру иностранных дел России, но я могу предполагать, что у России достаточно рычагов давления на стороны конфликта, чтобы делать такие высказывания. Видимо, пришло время принять решение, чтобы избежать худшего. Да. Кстати, Лавров это говорит после того, как он по телефону говорил с министром иностранных дел Азербайджана, с Байрамовым. Нельзя было месяц назад позвонить в АКО? Скорее всего, нельзя было, иначе было бы это сделано. Видимо, какие-то моменты требовали еще дискуссии. Я не раз уже говорил, и у вас на передаче, что политика – это искусство компромиссов и взвешивание интересов. Там не бывает друзей-то, бывают интересы. И что-то было отдано за что-то, вот сейчас это произошло, и всем бы хотелось, чтобы и вам хотелось бы, и, наверное, и общественности, чтобы быстрее восторжествовала справедливость. Но для того, чтобы добиться положительного результата, иногда нужны не совсем прямые пути. Да. А можем сказать, что после того, как пошла речь о размещении европейской миссии в Армении, Россия активизировалась? Возможно, это один из небольших элементов в принятии вот этой решения, линейки решений. Но я не думаю, что это самый главный. Потому что размещение европейских наблюдателей никакому конфликту положительной динамики не придавало. А я считаю, что Россия все-таки одно из государств, немногих государств в мире, которые не заинтересованы в развитии конфликта на этой территории. Потому что этот конфликт у России в подбрюшье, Россия не может себе позволить сейчас потерять еще или обращать внимание на еще один конфликт. Поэтому размещение европейских наблюдателей, ну это дело Армении. Им решать. Но еще раз повторюсь, это не изменит характер конфликта. Они никогда не влияли и влиять не будут в положительном смысле на конфликтную ситуацию. Да, вы думаете, если Баку решит стрелять, то постреляет, да? Конечно. Для них, ну я не думаю, что это авторитет для них, европейские наблюдатели, которые, ну помните конфликт в Косово. Что делали европейские наблюдатели? Они смотрели, как уничтожает одна сторона, другую вырезает. И говорили, что а мы тут ни при чем, мы же просто наблюдатели. Хотя они имели все полномочия прекратить и предотвратить это кровопролитие. Но оно им было выгодно. Выгодно было тем, кто их послал. Я очень переживаю о том, чтобы Армения не стала таким полигоном, как Балканы. Надо очень серьезно и мудро поступать в этой ситуации. Ну, вы еще понимаете, что Армению сейчас нужно обеспечить свою безопасность, нет? Хотя бы внешнюю. Естественно. И для этого нужны шаги, которые предпринимает Армения. Просто здесь непонятна пассивность Москвы. Вы сами это видите, конечно. Давайте мы, пассивность Москвы, она не может вас устраивать однозначно. Но если рассмотреть ситуацию в общем, глобальном, у Москвы интересы есть в Армении. Это самый большой интерес, не допустить конфликта. Наверное, других интересов там нет. Есть интересы в Азербайджане, есть интересы в Турции. Если все эти моменты сложить перед собой на столе, то надо понимать, что Россия стоит перед очень сложным вопросом, стараясь поддержать Армению. В то время, как Армения за последние пять лет сделала неоднократные движения, отказываясь от российского покровительства. И это мы все знаем, когда пришло новое правительство, в рамках борьбы с коррупцией были уволены очень многие прорусские генералы, разорваны связи со спецслужбами. Все это ложится на чашу весов. Если кто-то пытается разорвать отношения с Россией, поверьте мне, это навредит Армении со страшной силой. Суверенитет – отлично. Борьба с коррупцией – правильно. Но для того, чтобы иметь полную защиту единственного игрока, на мой взгляд, сегодня, кто может повлиять на Алиева, надо тогда как-то выстраивать другие отношения. Отказ от учения ОДКБ меня очень разочаровал. Что плохого было в том, что на территории Армении прошли бы учения и всему миру было бы показано. Посмотрите, все-таки Армения не одна. Зачем надо было… Где вы представляете учения? Там, где сейчас азербайджанцы стоят? На горах Дермога, да? Я же не думаю, что там хотели проводить учения. Но то, что было… Ну, они же сейчас уже год стоят на суверенной территории Армении. Нет, ну, другое скажите. А рядом ОДКБ будет проводить учения? Вы как это представляете? Хорошо, это что отказались от учений. Или результат. Мне всегда важен плод, который получается. Результат. А результат – отказ от учения ОДКБ развязал руку Алиеву. Кто работает, на кого здесь, я не пойму. Вы же сами даете ему какой карбланш провести свой. Он этот шанс пытается использовать. Ему надо прикрыть эту дорогу. А вы ее открываете. С моей точки зрения. Я… Да, уважаемый Вальдемар, но ОДКБ ни словом не отреагировал на нападение на армянской территории, нет? Я знаю, что спорные вопросы были. Здесь идет вопрос о том… В Армении это никак не понимают. Это не поняли бы и в Германии, если бы такое случилось. Да нет, нет, нет. Вы сейчас рассуждаете с точки зрения только своих интересов. Ну, положите же вы все интересы на ОДКБ и другие страны есть. И если есть спорные территории, о которых идет сейчас международный спор до сих пор, поэтому они воздерживаются. Но когда будет нарушена граница традиционных земель Армении, то есть тех, которые не спорные… Я сейчас не ставлю вопрос о спорных. Мое мнение вы знаете о Карабахе и обо всем. Но тогда ОДКБ вынуждено было бы включиться туда. А на сегодняшний день вы выключаете эту организацию из ранга своих защитников. Кто же будет защищать Армению? У меня сердце болит, когда я смотрю на развитие событий, которые там назревают. Потому что организация бездействовала для нас в судьбоносное время. Понятно, что она не сделала то, что вы ожидали от нее. Но хуже сделали то, что ее теперь вообще не будет там. Я знаю, что она бездействовала тогда, когда ей надо было. Но все-таки позже. Лучше позже, чем никогда. Она вошла туда и остановила, и приостановила этот конфликт. Здесь можно долго на эту тему спорить. Но если нету их, кто тогда будет защищаться за Армению? Кто встанет за нее, когда вопрос встанет очень серьезный? Кто, кроме русского солдата, когда-то умирал за Армению? Здесь надо немножко мудрее, по-моему, руководству Армению и арманскому народу обходиться с этой ситуацией. Вальдемар, по всей вероятности, Евросоюз отправит своих наблюдателей на границу с Азербайджаном, в Армению. На этот раз на два года. Притом, 200 наблюдателей, говорят, будут. На такое решение, как вы думаете, повлияло Лачинский кризис? Да, да, да. Я думаю, что определенное воздействие на этот кризис произвело это решение. И надо понимать, что наблюдатель имеет только функцию наблюдения и передачи информации. И ожидать, что они когда-то встанут между враждующими сторонами, они не сделают этого. Они будут наблюдать и докладывать в Евросоюз о том, что опять начались боевые действия. Опять кто-то что-то там нарушил. Это очень важно, чтобы мировая общественность видела и слышала, что происходит там. Нельзя это делать за кулисами и нельзя дать никому это делать за кулисами. Но ожидать, что наблюдатели поменяют характер этого конфликта, я думаю, здесь на другом уровне будет приниматься решение. Не на уровне Евросоюза и не на уровне наблюдателей. Хорошо. И еще. Евросоюз и Германия серьезно обеспокоены блокадой Лачинского коридора, что привело к нехватке продовольствия и других товаров на Горном Карабахе. Это заявление постпредства Германии при ОБСЕ. Хочу спросить, вообще, какие настроения вы наблюдаете в Германии на этот счет? Я должен вам сказать, что практически нигде в медиальном пространстве мы не слышим ничего. Мне очень печально, я пытался с моими друзьями в Бундестаге, где-то поставьте в повестку дня этот вопрос, посмотрите, все-таки заявление нашего представителя ОБСЕ, оно должно быть обсуждено. Но средства массовой информации обходят этот вопрос стороной. И поэтому я прихожу к тому выводу, что Европейскому Союзу не очень выгодно ввязываться в этот конфликт. Я уже объяснял почему, объясню еще раз. Торг о газе, азербайджанском газе идет полным ходом. Который, азербайджанский газ, который вдруг оказался демократичнее, чем российский. Вот эти двойные стандарты, которыми Евросоюз уже себя прославил, он сейчас в полной мере в силе. Европейская экономика дышит наладом. Столько предприятий идут банкротства, им нужно решать энергетический вопрос. И теперь разорвать отношения с азербайджаном в этом вопросе, из-за того, что идут нарушения прав человека на территории Армении. Ну вот, вы сами понимаете, что этот вопрос опять же становится довольно болезненным. Тем более, кто будет проверить в Европе, это азербайджанский газ или российский? Я думаю, что все равно они разберутся с этим. Самое главное, им не потерять вот эту нитку. Без нее они, ну вот, например, встал Евросоюз и, как положено, защитнику права человека сказал, мы прекращаем сотрудничество с азербайджаном, потому что он нарушает права человека. Вот в этом и в этом вопросе. Ну и что? Алиев, конечно же, скажет, ну и пожалуйста, Турция откроет свой хаб дополнительный и будет проводить это все. Но Евросоюз-то пострадает от этого больше всего. И поэтому ожидать помощи от Евросоюза, вот ту ставку, которую вы сделали на защиту от Запада, очень хорошо многовекторно. Очень хорошо, что многие страны... Это же вынужденная ставка где-то, нет? Я согласен с вами полностью, что это была вынужденная ставка для того, чтобы создать многовекторность политическую. Она всегда важна. Нельзя нехорошо зависеть от одного партнера. Но только не пере... Я не хочу, чтобы вы были сильно разочарованными надеждами на Европейский Союз. Он сам кое-как стоит на ногах. И тем более, что ваш опыт сотрудничества с западными странами, последние, с той же Англией, когда вы потеряли территории, ничего не изменилось в глобальной политике. Англосаксы остались теми, кто они есть. И кроме собственных интересов их ничего не интересует. России приходится делать шпагат. Очень тяжелый шпагат. Я в таком положении незавидном, в котором она отказалась сейчас, это очень тяжело. Она друг ваш, она брат ваш. И не в состоянии защитить вас, потому что с этой стороны Эрдоган ставит свои условия, с этой стороны Евросоюз закрыл все эти. И теперь вот этот шпагат, в котором находится Россия... Давайте как раз перейдем к Эрдогану. Вы думаете, в Благаде Нагорного Карабаха Турция играет непосредственную роль? Или все-таки это уже не интересует Анкаре? Нет, нет, оно не может ее не интересовать. Потому что это входит в ее глобальные геостратегические планы. Конечно, они делают это очень аккуратно. Против кого? Против России или Армении? Нет, они делают это для себя. Там нету против. Это их интересы. Им надо эту территорию. То есть, план Эрдогана по... Его имперские планы по восстановлению халифата, в них вы не входите. И поэтому они аккуратно через другие руки, через другие амбиции будут блокировать все, что способствует мирному решению этого вопроса. И я уверен, что и Россия... И НАТО это позволит ему, да? Что? НАТО позволит ему это, да? Ну вот, я не совсем дипломатически сейчас отвечу. Ему глубоко плевать на НАТО. Мы видим в последнее время, что он творит. Ему он отказался от вступления в Евросоюз и послал Евросоюз далеко-далеко. Я его понимаю. 30 лет стоять в очереди. Всех принимают, а Турцию нет. Теперь по НАТО то же самое. Он закупает системы противовоздушной обороны в России. У него получается, что большие интересы с тем, кого НАТО, в общем-то, считает своим врагом. Он готовится к войне с Грецией, а Греция тоже член НАТО. Тогда что еще нужно, чтобы приостановить членство Турции в НАТО? Ну, это опять разрыв. Это опять разрушение диалога. И всякий разрыв, особенно с таким партнером, как Турция, ну, это проигрыш НАТО. Если НАТО сейчас, по идее, он нарушил все постулаты, он должен был автоматически быть уже, ну, не членом НАТО. Но НАТО тоже себе позволить не может, чтобы он полностью открыто перешел в другой блок. Это оголит весь юг. И все-таки армия Турции имеет огромное значение в натовских планах. Они будут стараться его удерживать конфетками, так как немцы его там 3,5 миллиарда каждый год, они ему перечисляют там за беженцев и за это все. Они его хают, с одной стороны, за его политику, и с другой стороны подкармливают, чтобы он не отвалился и не оголил их южный фланг. Так что тут большая политика. И Армения маленькая, гордая, красивая страна попадает между этими жерновами. И мне очень печально. Я, правда, беспокоюсь. Владимир, скажите, в Европе как вообще относятся к Эрдогану? В Турции скоро выборы, которые Эрдоган хочет провести досрочно. Поможет Европа ему? Официальная Европа нет. Но я уже говорил, ему разницы нет на официальную Европу. Он достаточно... Около 8 миллионов турков, которые живут в Германии, они начинают таким сильным прессом влиять на политику, что даже тогда, когда там случилась неприятность, и здесь поднялись у нас красными флагами турецкими, все площади были покрыты, то немецкое правительство сделало шаг назад и не захотело этой конфронтации. Все турки, живущие у нас здесь, они его уважают как сильного лидера, поднявшего авторитет страны. Неприкасаемо. Они все голосуют за него. Практически все. Даже есть... Скажите. Да, и ничего в этом изменить правительство не сможет. И Евросоюз тоже не сможет изменить. Он очень четко следит за влиянием Соединенных Штатов на электорат и Евросоюза в том числе. Есть даже мнение, что Алиев не сядет на переговоры с Арменией, пока не будет результаты турецких выборов. Вы как думаете? Согласен. 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 Потому что это очень такой значимый... После выборов есть большой карбланш времени решать вопросы, не оглядываясь на избирателей и на электорат. Поэтому я думаю, что эта оттяжка будет идти до тех пор, пока куратор не будет сидеть в седле. Тяжело себе предувидеть, что что-то поменяется в политике. Но все-таки там очень сильная курдская партия. Есть общественное движение в Турции, которое может пошатнуть и повлиять, несмотря на все репрессии. Которые были. То есть перед выборами... И оппозиция объединится, так говорят. Ему перед выборами придется смягчить себя и смягчить риторику. После выборов он имеет совсем другие элементы принятия решений. И, наверное, этого ждет вот этот конфликт в вашем регионе. Поэтому, как бы вам не хотелось, я просто от сердца всего желаю, чтобы все-таки армянский народ простил русское руководство за ту задержку во всех этих вещах, которые, ну, может быть, можно было избежать. Но надо понимать, что они тоже не свободны в своих решениях. Они очень осторожны. Это как ходьба по канату, которую они сейчас делают именно вот в этом конфликте. — Уважаемый Владимир, и последнее, как бы вне темы. Вы знакомы с российским экспертом Игорем Караченко? — Нет. — Знаете его вообще? — Нет. — Нет, не знаете. — Не слушал. — Наверное, читали последний пост про Азербайджан. — А, ну да, это я, да, да. Где купить гранатовый сок от хорошей страны или от плохой? Вы это имеете в виду, да? — Ну, где разум там? Ну, понятно, что он бакинский лоббис. Но таким почерком, да? — Ну, знаете, это же не первый раз. Вы помните, когда евреев... Не покупайте у евреев. Это же был лозунг фашистов в первую очередь. И закончилось это вот чем. То есть всегда, когда что-то начинать... Кстати, последние события после вот февраля с Украиной. Немецкие магазины убрали все русские продукты. Сгущённое молоко с надписью на русском языке было изъято из пола. Никто не говорил не покупать, они просто их изъяли. То есть это определённый популизм, который используют определённые люди. Это печально, это нехорошо, это глупо, но история знает много таких примеров. Да, к сожалению. Такие гранаты в высокой Армении лучше. — Спасибо вам. Спасибо. Вот и всё.